привет всем кто заглянул на мой канал или пришел намеренно или нечаянно пробегал как всегда короче говоря друзья у меня сегодня праздник я вам говорила что я не справляю праздников да вы об этом знаете залазим вы об этом знаете что я праздников не справляю но сегодня у меня истинный настоящий мой личный праздник два года назад 8 мая я бросила курить о чем у меня с экраном разрешение какое-то кривое вот вроде наладилось не знаю что сделала короче что тут щелкало щелкало блин 150 штук никак не могу разобраться с этим я горюю по своей камере короче не суть короче сегодня у меня великий праздник потому что я бросила курить и понимаете у меня просто началась новая жизнь да бывает такое что наверное теперь я не знаю на себе что в одной жизни бывает несколько жизней поверьте это так я стала другим человеком я стала все по-другому ощущать думать видеть слышать понимать все по-другому конечно какие-то навыки там наработанной жизнью привычки генетические наследственность короче говоря что то осталось это естественно потому что то вторая уже до жизни но сегодня у меня великий праздник освобождение от рабства я свободный человек уже два года желаю всем кто в рабстве в кабале таскает за собой цепи тяжелые кандалы разных дрянных привычек бросить сегодня и мы будем вместе его отмечать свобода от рабства короче так друзья мои кричу на на как бешеный микрофон оперлась тут на табуреточку ору вам буха решила я сделать свой любимый наивкуснейший французский бисквит он у меня есть на канале но я хочу еще раз его сделать потому что вот друзья вы меня кстати простите что у меня что мы сто лет не виделись просто у меня тупо не с чего готовить я серьезно говорю по моему вот это вот из ничего я уже просто вылезла из кожи не знаю что готовить ну правда вот кончились банальности понимаете не с чего мне готовить вот но сегодня просто случайно получилось что я купила яйца вот и потом мама принесла поэтому я могу себе позволить сегодня пять яиц для французского бисквита наивкуснейшего самого элементарного но самого лучшего он может быть и не французский но я его назвала так потому что считаю что французы гению кулинарии и только они могли придумать такую на и простейшую элементарный рецепт но наивкуснейший бисквит вы сегодня в этом убедитесь кстати духовку я уже включила потому что бисквиту стоять не нужно или нельзя вот потому что он начинает работать уже в процессе взбивания яиц вы убедитесь кто не знает этот рецепт то у меня новички на канале они убедятся я вас прошу приготовьте его вы не пожалеете потому что посмотрите сколько у меня на старом моем рецепте просмотров сколько благодарности людям у людей которые действительно не заморачиваясь испекли такой замечательный рецепт думаю у меня сегодня все получится наверняка я очень давно уже его не пекла но думаю надеюсь все получится все будет хорошо короче приступаем к приготовлению французского бисквита ради замечательного праздника освобождения рабства и да здравствует свобода так для бисквита французского нам понадобится 200 грамм муки всего лишь щепотка соли 200 250 грамм сахара всего лишь 2 5 столовых ложек воды холодной и 5 яиц это очень вкусно форма смазанная посыпанная сухарями манкой или чем еще сыплют короче чем-то панировочным посыпать чаши для взбивания и духовочка духовку ставим на 180 вы я на 210 у вас там блатные ожидаете всякие разного и такое слово дурацкое современные эти печки у меня к сожалению вот короче приступаем уящие что спросить друзья все банально просто очень необыкновенно так берем 5 яиц просто яиц не надо заморачиваться ничего не отделять ничего не мучиться все очень просто вы сейчас сами убедитесь я не могу сказать вам где я взяла этот рецепт потому что ему уже больше двадцати лет как он у меня в тетрадке написан поэтому не могу я вам сказать где я его взяла у меня было много учителей которые учили меня готовить воспитывать ребенка дружок перестань и всему тому подобным так друзья высыпаем сахар и начинаем взбивать можно постепенно прибавлять скорость это не имеет значения серьезно говорю можно постепенно прибавлять скорость можно сразу сильную поэтому я не заморачиваюсь этим делом взбиваем до пышной пены и итак друзья вот до такого состояния взбила наши яйца смотрите они увеличиваются раза в три наверно и сегодня вот я хочу немножко немножечко новшества вести ну этот рецепт никогда этого не делала я не знаю как поступит тесто вот у меня 5 столовых ложек воды вы мне верите да сюда я насыпаю щепотку соли хотела сначала сюда потом думаю нет растворительно щепотка соли у меня крупная соль поэтому я ее растворю в воде этот бисквит вообще делается с 300 граммами сахара но это слишком приторно дело в том что этот бисквит подается как самостоятельно десертное блюдо его не прослаивают кремом его подают с десертным кремами с вкусными напитками с мороженым и с фруктами вот так это самостоятельный бисквит поэтому крем если вы хотите сделать сделайте но сладкий крем сюда не идет говорю сразу потому что бисквит приторный и я изменила сначала постепенно было надо было 300 грамм потом я добавляла 280 потом 250 сахар то есть сейчас я просто насыпаю вот 180 грамм сахара поэтому он у меня такой вот не сильно сбился жидковатый понимаете надеюсь все будет нормально поднимется хорошо когда сыпешь 300 она прям вот так шапка стоит короче добавляем 3 5 ложек давайте я вам уже покажу чтобы вы верили 5 ложек столовых воды 1 2 3 4 5 растворить предварительно в них соль не знаю сахара положила намного меньше все это жидковато получилось смотрим что у нас выйдет да друзья ваниль здесь очень хорошо играет все-таки ваниль это тоже французская пряность у меня не знаю по моему нет что 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 будем делать товарищи товарищи а товарищи будем искать заначки не повезло это мамина заначка не забываем что у меня не ванильный сахар а ванилин ванилин друзья он добавляется на кончике ножика добавим его в муку сейчас я вот сейчас все равно просею блин вот так я высыпаю сразу муку вот сюда чтобы посеять чтобы чаша не пахла ванилина потому что не намывают ее по сто раз вот смотрите ванилин концентрат видно вам вот чуть-чуть и просеиваем сюда нашу муку 200 грамм муки всего 200 грамм друзья 200 грамм посмотрим получится у нас хорошие крепкие плотные высокие или нет потому что сахара очень мало считаю в два раза меньше да поклала я сахар добавила сахара два раза меньше чем в рецепте никогда так много мало не не ложила поэтому будем смотреть сейчас я немножечко господи что тут такое немножечко вот так вот сделаю чтоб не разлетелось мука этот фейервер будет целый и естественно я просто забью чтобы не было ни одного комочечка ну вот говорю сразу что до 300 и 250 грамм еще куда не шло пышная получается ну масса такая прямо плотная пена а сейчас на жидковато я короче взбиваю итак друзья я взбила вот что мы получили тесто какое иди друзья хочу вам сказать не повторяйте моих ошибок я сейчас еще господи хотела сказать а не намазала противень вернее форму это надо делать заблаговременно сейчас быстренько смажем маргаринчиком быстренько 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 духовочку я говорила что уже включена до духовочка видите маргарин замерзшим можно испечь конечно и форме но я в форме пекла еще давно когда жила в каренинграде в молодости когда у меня только появился 30 когда училась всему вообще жить училась я пекла в обычная в сковородке да у меня была такая хорошая глубокая сковорода я в ней пекла сейчас я пеку в кексниц во первых это красиво во вторых это сто процентов всегда пропекается а в третьих это просто удобно мне нравится потому что многие спрашивают а можно мне нет кексницы можно просто форме можно 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 почему нет бисквит говорит о том что он попекся пружинит когда пальчиком такого нажимаешь так сильно прям он должен вернуться обратно если медленно поднимается значит не готов еще если вообще сильно если у вас сыроватый бисквит накройте его фольгой и дайте ему там внутри тесту и готовится не волнуйтесь сюда можно добавить вместо ванилина и как я только уже его не готовила и корицу и имбирь и изюм мак и лимонную апельсиновую цедру и что я еще и какао и шоколад что я только сюда не толкала уже какой у меня только он не был уже разные при разном поэтому экспериментируйте не бойтесь нужно добавлять тесто все что угодно будет всегда вкусно так друзья я форму посыпаю манкой вы знаете уже это очень удобно с готового изделия манка обсыпается легко итак друзья форма наша готова вот смотрите что у нас происходит тут уже тесто видите работает хотя тут никаких кислот нету вы сами это понимаете тесто намного жиже я вам серьезно говорю оно прямо прям течет выскребаем лопаткой силиконовым уже экономные хозяйки блин начинается рисунки художник внешне четыре глаза да туда смотреть сюда смотреть здесь руководить тут делать так короче вот так делаю будем сейчас смотреть что у нас получится да поможет нам вселенная пусть будет вкусный пропеченный румяный вот сейчас я ставлю на нижнюю у меня 210 градусов ставлю на нижнюю решетку затем наверное буду передвигать и короче так как у нас он немножко сегодня же пожиже чем обычно еще плюс добавлена соль вкус будет другой посмотрим как он будет пропекаться вообще по чистому рецепту это пропекается 40 минут до без проблем сейчас я это вытру а то гореть будет вот так а у нас пожиже наверное будет подольше может быть даже придется его накрывать все удачно получится короче так ставлю духовка нагрелась время у нас половина первого да поможет нам вселенная пусть бисквит будет вкусный пропеченный румяный в честь такого замечательного праздника освобождения от рабства прошло 25 минут я хочу вам показать что у нас так вышло я вообще думала было же на дне да вообще думала что у нас только легкий но жидкий то есть не пропечется вот смотрите 25 минут вы знаете что бисквит нельзя открывать духовку по истечении только 25 минут или полчаса только можно открывать но чтобы он не осел настолько нежная пенистая структура что нужно быть с этим осторожным да в этом конечно есть деликатность особое приготовление бисквита ну ничего не поделаешь зато он этого стоит я думаю потому что очень вкусно вот смотрите какой он там еще такой красивый ну вот это вот верх я уже прямо вижу что пропекся сейчас я его поставлю выше здесь он у на нижней решетки она буквально сантиметров пять от низа от спирали сейчас я поставлю вот сюда вот так вот где вот вверх сейчас формы сейчас он будет не здесь стоять и он начнет пропекаться вот с этой стороны верхней короче прошло 25 минут вот такой красивый будем надеяться что ничего не придется накрывать и у нас пропечется вот фонариком свечу вынимаем наш бисквит время 5 минут второго получается прошло 35 минут он 5 минут назад был уже готов но я дала ему немножко зажариться был немножко бледноват вот какой красавец у нас получился если смотреть на зубочистку получился прекрасно пропекся вот что-то вот что-то у меня бачок только первый раз так поджарился бачок вот тесто сухое а я боялась что придется накрывать сейчас хочу вам рассказать один нюанс не надо его можно конечно сразу вытрясти у меня нет никогда перепрячки все время вытряхиваю но так как у нас тесто получилось немного жидковатым я боюсь трясти его хочу он кстати мне одна девушка написала что у нее осел никогда в жизни не оседал потому что он получается дубовый просто как карамельный такой сверху хочу сказать если не надо трясти его жопа сел и если он не вылазит делаем вот так ну не выпрыгиваясь к этой накрываем ладенчиком пусть дадим ему пять минут немножко отдохнуть во первых он придет в себя во вторых он немножко отпарится внизу на донышке легко выйдет приготовим блюдо можно с салфеткой и будем его переворачивать сейчас я подумаю чем его украсть праздник же сегодня друзья мои с днем свободы вас праздник он показывал уже сто миллионов раз я беру шоколад я сейчас шоколадом украшу вот это такая шоколадка фигня короче вообще это не шоколадка это кондитерская плитка даже не кондитерская я не знаю какая я короче включила уже плиту поменьше конек лучше конечно на водяной бане но у меня миска маленькая занята ломаю шоколад если верить надписи то это плитка молочная вот ну пойдет для украшения украсим конечно банально потому что не располагаем всякими интересными штуками смотрите вот этот у меня кусочек этой плитки я сейчас добавлю сюда кусочек горького шоколада ну потому что потому мой любимый элитный потому что потому кусочек один для того чтобы сбить этот вкус который мне не нравится вот так хватит и немножко молока ставлю на плиту даем согреться лучше это делать конечно на водяной бане я наверное сейчас так и сделаю потому что шоколад шоколад начинает гореть сейчас нальем сюда горячей воды вот так вот поставим шоколад я успела конечно нагреть только посыпочку цветную черемуху сушеную блин какао там ну нафиг не надо сахарная пудра у меня еще есть ничего что то нету даже кокосовая стружка ну вот посмотрим сейчас что нибудь выдумаем короче говоря видите немножечко уже плавится вода не очень горячая плитка холодная ну подождем сейчас мы друзья мы сейчас перебираемся на стол будем открывать наш бисквит давайте это сделаем вместе так чтобы не возникало проблем вот во всякий случай возьмем ножичек хотя он в общем то не пригождается никогда чуть-чуть осел видите смотрите первый раз у меня осел не пропекся что ли ну все у меня с паника начнется так ну вроде бы проблем тут не будет попробуем сейчас его булькнуть на этот на красивое блюдо блин хоть бы пропекся что то так волнуюсь первый раз у меня осел надо же видите как хорошо под полотенцем полежал и все смотрите вот сейчас я вам покажу одну вещь интересную что вот вот так вот легко очищается видите манка легко поэтому не заморачивайтесь если кто-то манку не любит это все можно стряхнуть друзья ничего страшного короче убираем замачиваем форму пусть он пока остывает вообще я обычно делаю так вытаскиваю сразу вынимаю его и смазываю плиткой шоколада оно прям расплавливается такой коричневый совкушем шоколада получается просто плиткой берешь так по всему периметру можно здесь помазать здесь посыпать сахарной пудрой помазать посыпать или какао сахарная пудра какао сахарная пудра будет красиво такой, как зеброчка. Думайте, раскрывайте свою фантазию. Ждем, пока у нас шоколад растворится. Итак, друзья, я не знаю там, какой свет, у меня очень высоко. Короче, вот, миски горячие, осторожно, держите чем-нибудь, потому что горячо. Прошу прощения. Ну вот, смотрите, в общем, это все. Сейчас я добавлю, можно добавлять сливочное масло, но что-то я в последнее время добавляю молочко. Чуть-чуть. Столовую ложечку. Ой, что-то у меня опять же счихнуло. Ну, у нас такая холодина опять. Вчера было 30, представляете, сегодня опять дубак. Пошла, постояла, раздетая на балконе. Теперь чихаем. Ну, вот так вот, смотрите, молочко я добавила для того, чтобы оно пожиже было, чтобы легче было наносить на на бисквит. Ну, потому что, когда густое, поверхность уже неровная и плохо выключаю плиту. Плохо размазывается. Берите кисточку. Я когда немножко отстываю, даже руками это делаю. Вот, все. Больше не надо, а то свернется. Оно бывает так и отделяется. Ну, как масло отделяется, очень нехорошо получается. вытираем дунышко, вынимаем мисочку вот эту вот. Вытираем дунышко и переносим ее на стол. Все это нужно делать быстро, потому что шоколад имеет свойство, вообще-то, быренько так застывать. Вот. Посмотрим, может быть, просто одной посыпочкой. Горячее, все горячее. Вот. Берем вот так кисточку и намазываем. Сначала по всей поверхности, чтобы нам все-таки хватило. Все равно бисквит горячий, а оно не остынет быстро. Ой, ну, вернее, да, не застынет, а не остынет. То, уже обляпала салфетку кисточка, потому что в разные стороны. Брын-брын-брын. Сейчас еще сама вся обляпаюсь. Ну, вот. Вот так вот по всей поверхности. А теперь можно будет даже погуще, чтобы такие как бы потеки немножко. Вообще. Кстати, когда шоколад остывает, на нем можно сделать всякие узоры. Там, вилочкой или палочкой, чем угодно. Можно не стараться. Чем больше вот такой раскрытой фантазии, небоязни, тем красивше это получается. Немножко даже внутри там помазюкаю. Блин, я включила или нет? Чуть-чуть там немножечко внутри. Не заморачивайся. Вон уже блюдо, видите, у меня все обрызгено. Я, по-моему, тоже вся, наверное, уже щеколадная. Так-с. Вот. Так, вот сейчас остатки дрынь-дрынь-дрынь. Так-с. Убираем кисточку. И вот это вот можно прям налить. Видите, сколько еще осталось? Вот так вот. А можно, знаете как, сначала посыпать. Я только посыпкой посыплю. А потом налить еще сверху, вот вообще прикольно. Такая перламутровая посыпочка у меня классная. Красивая. Переборщила. Карамелечки такие забавные. О, смотрите, какой красивый праздничный кекс у нас получился. Но это, конечно, не кекс. Это бисквит. Ну, хватит. Хорошего понемножку. Вот. А теперь вот так вот прямо наляпать. Вот так. Здоровско будет. При нашей погоде можно поставить это на балкон. Если, конечно, там пыль не летит, а то у нас такое ветрище. У нас ветер, кстати, заблудился. У нас в феврале было тихо. В марте так чуть-чуть. Зато сейчас. Ураганные. Ой. Стукай, наверное, прямо вам так сильно слышно. Ураганные прямо ветра. Вообще ужас. Короче, он припизнился. Должен был в феврале, а прилетел там только в мае. Вот так. Вот такая красотень. Дринь-динь-динь, дринь-динь-динь. Вот это то, что наляпали там на этом. На. Можно оставить, если это красиво. А если вот я, как я размазала, то это надо убирать. А если просто такие вот как брызги или потеки на блюде, можно оставлять. Это очень даже красиво по-художественному. Повара обычно так и оставляют. Ну, в дорогих ресторанах, кто знает. Вот. Обычно так и делают. Они оставляют такие вот классические разводы. Вернее, не классические, а художественные. Господи, болтушка. Всякую фигню говорю. Вот у меня тут такой вот некрасивый разводы получились. Короче, я сейчас поставлю на балкон. И он остынет, потому что у нас холодно. Друзья мои, наш французский бисквит готов. Посмотрите, какой получился замечательный. Зря я волновалась. Все прекрасно пропеклось. Вот какой замечательный сам бисквит. Очень высокий. Посмотрите. Он обычно получается выше, я вам серьезно говорю. Ну, когда плотное тесто, она прям масса такая вот, ложка даже тяжелая. Так вот как бы, даже не знаю, как вам объяснить. Ну, короче, густая пенное масло. Масса, если 300 грамм положить, или 280 сахара. Ну, 250 еще куда не шло нормально. А вот это вот 180 мало, но он будет непритерный. Сейчас я его попробую. Минуточку, друзья. Итак, друзья, замечательный бисквит. даже, что мы там, ну, сейчас буду пробовать, что получилось. Он еще не очень остыл. Да. Вкус самый раз. Вот. 180 грамм сахара. Самый раз. И соли чуть-чуть. Друзья, я обожаю есть его просто без ничего, даже без чая. Настолько нежный. Ну, посмотрите, какой. Ну, прямо представить не можете, какая-то вкуснота. Видите, как хорошо пропекся. Друзья, кто не пек еще, обязательно не бойтесь. Готовьте. Вы не пожалеете, у вас обязательно получится. Я вам это гарантирую. Вкуснотища необыкновенная. Еще не остыл, но горячим кушать нельзя. Надо, чтобы полностью остывал. Тогда он отдаст свой аромат и вкус. Все, друзья. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо вам за то, что вы у меня есть. Благодарю вас, что я могу с вами делиться своими праздниками, которые у меня, конечно, мой личный праздник, единственный у меня праздник. Поздравляю вас с днем освобождения от рабства. Может, кто-то что-то тоже сегодня как-то какие-то оковы скинул с себя. Желаю вам смелости и самостоятельности. Избавляйтесь от плохих привычек. Будьте сильными, благородными, добрыми, нежными и любвеобильными. Всего вам самого наилучшего. До встречи. Чао-ка-као. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин